Дорожный движение Как лучше всего усвоить информацию? Игровая форма позволяет запомнить детям простые истины, правила безопасного поведения на дорогах. Александр Алексеев вступил в ряды активных и творческих учеников 25-й школы, потому что мечтает водить машину. Конкурс позволил мальчику совместить приятное с полезным. Мне хочется побольше изучить правила дорожного движения, потому что я в них не силен и на сцене какой-то опыт иметь. Мы рассказываем про светофор, про пешеходный переход и про разные другие знаки. В конкурсе-марафоне творческих программ поучаствовали команды из 20 школ городского округа. Ребята как профессионалы из отрядов ЮИ, так и просто творческие дети, увлеченные изучением правил поведения на дороге. Члены жюри оценивали выступления по многочисленным критериям. В этом конкурсе мало быть просто яркими и талантливыми. Нужно уметь пользоваться своими знаниями. Это особенно актуально перед осенними каникулами в школах, когда ребята не только могут таким образом рассказать про правила дорожного движения, но еще и напомнить своим сверстникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Конкурс проходит в регионе уже много лет. Команда победителя отправится на зональный этап фестиваля. Ежегодно люберецкие участники оказываются в числе лидеров и защищают честь округа на областном этапе. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok